Я житель Микраха. Гаджбековый Эдман меня зовут. Это наш селень Микрах. По переводе гнездо солнца. Пять тысяч лет селений. Сравняй с Дербентом, брат. Селений, старинное селение наше. Здесь профессора, здесь ученые, все отсюда вышли. Здесь грамотные люди очень. У нас очень хорошие поэты здесь. Все есть у нас здесь. Селения наши на отличном месте. Зимой здесь тепло. Все здесь есть. Раньше колхоз был именно до Хадаева колхоз. Сейчас разрушился после советского времени. Вот ФАП наше медицинское учреждение. Это наш ФАП. Мечеть наша старинная мечеть. Называется Аббаслима. Мечеть имя Аббаслима. Раньше Аббаслима это строили. Наша самая старинная мечеть. Во время Советского Союза его разрушить хотел. Его сделал клуб. Сейчас заново мечеть. Это наша старинная мечеть. А так селения наши старинные селения. Животные есть. У нас скот держим. Коровы держим. Бараны держим. Скот. Диких есть. Волки есть здесь. Но недавно рассказывал ребята. Медведи тоже появился. А так недавно медведи это сотые члены. Да-да. Медведь был. Здесь был медведь. Там круши есть. Там есть медведи. Медведи сейчас появился. А так раньше не было. Раньше волки здесь леса. Шакалы есть. Много здесь шакалов. Ночью водит. Во дворах ходит. А на людей нападает? На людей? Не-не. Пока нет. Такого нету. Пока нету. Такого нету. А так селения старинных. А на больших животных не таскают? Не-не. Пока не трогал селения. Это животных этих не трогал. Пока не нападал. А так селения. Гостеприимные селения. Горы окружают. Вот это шалбуздак. Это базар джюзи. От уровня моря я не помню. Но самый высокий в Кавказе гора. Базар джюзи называется. Что не круче. Это ярдак. Ярдак. Это окнендал называемый короче. Ярдак это. Это шалбуздак у нас. Вот. На шалбуздак ходите? Кто-нибудь ходил у вас? Постоянно ходим. Там священные места есть. Эренлар зовут. Эренлар говорим. А так там священное место. Многие говорят, это типа Мекку заменяют? Да, да, да. Если три раза ты туда ходил, считаешь, что ты на Хач ходил. Мекку ходил. И ходите босиком? Да, босиком ходят. Сейчас машина появилась. Раньше отсюда мы поднимались пешком. Босиком ходил. Кто-то босиком, кто-то. Но качество игроки смевают. А так очень прекрасные места у нас все. Хорошие места. Раньше было 350 хозяйств. Сейчас половина переселились. Недавно был летом. Это гировой спорт был. Здесь участвовал уже второй раз гировой спорт. А самого гирового спорта. Президент наш Сличан. Магеллан зовут его. Что за гировой спорт? По гире поднимать. Это гировой спорт. Я тоже второй раз участвовал. Я сам себе не уверен был. Поднял я гири тоже идут. 16 килограммовые. 63 раза поднял брат. Ищил я. Там тоже рассказывал. Самое главное участие не выиграть. У нас хорошие тренеры есть. Тренеры есть у нас. Наш Сличан. И да, им биглерга, да, вторую, что их. И Жи Сличан. Наш Сличан это тренер наши. Как его звал? Сердер. Сердер есть у нас заслуженный тренер. С первым местом занимал он. Молодец. Он детям обучает. Здесь тренирует. А так наши дети в соревнованиях везде участвуют. Первые места занимал. А коммуникации у вас как? Газ, вода? Газ ищу нас будет. Вода у нас в каждом доме есть. В каждом доме. Каждый во дворе вода есть. Везде. Вода горная? Да, вода горная. Самое священное место ищу Албуздага, горы. Оттуда до источников. Оттуда набрал вода. В трубах идет вода. Везде селение. У каждого дома вода есть. Все обеспечения есть. Интернет есть у нас. Все есть. В днях газ будет ищу Аллах. Вот в этом году газ тоже будет. Уже началась работа проекта. А так... Глава администрации Новый год 2. Да, это тоже. Наши главы администрации тоже благодарны от нашего села. От нашей молодежи. Всех, короче. Наши главы администрации тоже смотрят. Селение это, короче, там и вот, короче, дорогу делают. Здесь дорогу ремонтируют. Спасибо ему тоже от нас. От всех народу у нас. Основной травой все лечебные, лекарственные. Кто его знает, например, собирает. В соседнем селе, так как кем-то один старик был, он собрал постоянно вот эти травы, продавал. Но лечебные травы, я лично не знаю, какие травы пользуются. А так лечебные все. Здесь тимин растет, чиповник. Ну, все лечебные травы здесь есть везде. Зимой как тут? Зимой здесь иногда снег бывает, а так зимой, именно в котором наше селе стоит, здесь жара, можно сказать, теплое место. Мекра, это называется гнездо солнца. Да, в переводе гнездо солнца называется, брат. А так, благодарен нашему селскому народу. Я сам из всех селей, это житель селены. Родился здесь, брат, вырос. Сейчас мне 45 лет, 45 лет. Вот я работаю, охраняю. Здесь ребята крепкие, сухожилищие, это все спортсмены, можно сказать. С соседним селом у нас гостем ходим. Здесь вот это Колоджуха, это наше соседнее селение. Здесь рядом Мекрах, Казмоля, это наши переселенцы. А на которые ниже? Да, ниже, Мекрах называется, это наши переселенцы. А почему переселились? Здесь места не было? Место было, брат. Просто это тоже наши места, там, как говорят, равнинах. Это равнине считал, вот поэтому переселились народу. А так, брат, вот это соседнее селение Колоджуха. Это граница, нас получается, горы, стороны Азербайджана, граница получается. Здесь погранзаставы все есть, пограничники все есть. Вот это Кельхе называется, оттуда привал, лес, стороны Азербайджана. Кусари это ходило раньше. Сейчас невозможно ходить, потому что здесь погранзона, колючек везде. А так нечего рассказывать, что рассказывать еще. Дорогу когда-нибудь сделают? Дорога еще будет у нас. У нас есть житель селения, Тарлан зовут, наш сельский племянник. Он везде благодарен ему, все наши народы, наши молодежь. Это Тарлан, я его имя не знаю, фамилию не знаю, имя знаю, Тарлан молодец, в Москве работает. Везде нас освещение делал, молодец ему. Там у нас детская площадка делал от себя, от себя. Каждому дому мука, сахар. Да-да-да, у нас все урозы держит. У нас молодец, молодежь намаз делает, все делает, брат. Свадьбы бывают у нас, очень хорошие свадьбы бывают. Раньше тоже не было, это у нас, это в Дагестане есть у нас, в Аварских селах это бывает, но у нас нет, как положим свадьбы делают. Свадьбы хорошие, отличные свадьбы бывают. Музыканты хорошие есть у нас местные, Микрах называется. Гостеперимен, уважительно, друг друга уважаем, старшим, старшим говорим. Здесь такой, когда старший стоит, здесь младший не будет рядом стоять. Здесь уважают всех. А так у нас селение, все друг друга уважают, друг друга знают. В соседних селах мы приходим, они к нам приходят, гости. У нас очень гостеприимное селение. С района, первое село у нас гостеприимное селение, наше селение. Гостей принимаем мы в самый лучший раз. В любом доме можете заходить, тебе чаем, хлебом, что есть, Аллах дал, соль нам, гостей может брать. Жизнь, короче, что дал Аллах, чтобы жизнь была хорошей, дни была, свадьбы побольше был, чтобы друг друга почаще увидел. А так мы, что сказать, благодарю я за то, что мне, спасибо говорю я своей маме, за то, что эти селение меня родил, вырос свою отцу маме. И вам тоже спасибо. Любое время приходи, мы гостей приглашаем и ждем. На этом спасибо всем. Вчера возвращался, поздно вечером уже один, и среди этого серпатина еду в полной темноте. Никто, конечно, уже не встречался, ни машины, ни люди. Взял булыжник в одну руку, здоровый такой, и с ним примерно так вот около часа прошел. На всякий случай, если бы напал какой-нибудь волк или шакал, чтобы у меня было больше шансов на победу. Также я свет включил в телефоне, иногда громко кашлял. Ну, как мне казалось, громко на самом деле может быть и не очень. Потом я посвящался в первый попавшийся дом, и там оказался очень доброжелательный и гостеприимный человек с семьей, и переночевал у них.